Дальше. Смирение. Какие еще будут варианты? Согласие это согласие. Почтение это почтение. Уважение это уважение. А смирение что такое? Так. Принимать дары судьбы спокойно. Это спокойствие. Так. А смирение что такое? Самотречение. Самотречение это отречение. Непротивление. Непротивление это уже ближе. Это определение смирения. Дальше еще какие варианты? Стукнуть по левой и поставить правую. Два варианта есть. Первый вариант смирения. Второй вариант малодушия. То есть нельзя путать эти два варианта. А? Жить с миром. Это умиротворение. Умиротворение. Это умиротворение. Одинаково. Умиротворение. Понимать что все в руках Бога. Ну это. Да. Это похоже что это ближе к смирению. Это близко очень. Да. Ну правильно. Да. Очень. Давайте я вам скажу определение святого, определение святого, определение святого, которое есть в ведах. Смирение это значит, человек не должен беспокоиться о получении удовлетворения от почитания его другими. Человек не должен впадать в беспокойство о том, будут почитать его другие или не будут. Понятно, да? Это одно из определений. Сюда же входит определение скромности. То есть не требовать к себе незаслуженных почестей. Но смирение это более широкое понятие. Смирение означает стараться не проявлять эгоизма, быть не эгоистичным. То есть стараться не проявлять своего ложного эго, быть не эгоистичным человеком, пытаться быть не эгоистичным. То есть это когда человек не эгоистичный, уже сам по себе не эгоистичный. Это означает скромный человек. Скромный это уже не эгоистичный, сам по себе. Смирение это качество, которое человек совершает. Смирение это вид действия. Понимаете? Когда человек перебарывает свой эгоизм, он смиряется. Смирение это не только уже, когда человек уже как бы сам по себе смиренный, это скромность. Смирение включает в себя скромность. Если человек не борется, он уже сам по себе смиренный от рождения. Это скромность. Когда человек перебарывает в себе эгоистические наклонности, это означает смирение. И то, и другое, и скромность, и смирение это разные качества святой личности. Святая личность может быть скромным по природе. И другое определение скромности это кроткость. И человек может по природе быть смиренным. Это означает, что у него могут какие-то вспышки появиться, допустим, и смирение. Но он побеждает. Теперь вопрос. Какое качество стоит выше, скромность или смиренность? Смиренность. Кто-то говорит скромность. А как вы объясните то, что вы сказали? Да, смирение означает, что человек способен победить. Скромность означает изначальность возможностей человека. Если человек скромен, его можно разгневать. Даже любого скромного человека можно разгневать. Но смиренного человека разгневать нельзя. Потому что он смиренный. Он будет побеждать гнев себе. Понимаете? Смиренность означает способен победить гнев. Он не дает вспышки ложным. Ложное эго не может вспыхнуть, потому что он побеждает себя. Итак, что такое смиренность? Смиренность – это самое первое качество святого человека. То есть есть второе, третье, пятое, десятое. Самое первое качество святого человека – это смиренность. Поэтому, если вы хотите определить, святой человек или нет, если он ведет себя несколько несмиренно, не кротко, не скромно, не смиренно, это значит, что он еще не святой. Может быть, хорошим человеком. Есть определение качеств цивилизованной личности. Цивилизованной личности. Джентльмен по-другому. Это… А там нет этого качества. Там нет смиренности. Смиренность – это уже качество святого человека. Понятно, да? Как мы можем определить, кто смиренный и кто несмиренный? Мы можем определить? Или нет? Какие варианты? Кто сможет сказать? Как мы будем определять? Как? Да, правильно, в действии. То есть, можно определить в действии. То есть, в любом действии будет проявляться гордыня. То есть, когда человек действует, у него будет проявляться гордыня. В голосе, в его поведении, в его принятии решений будет проявляться гордыня. Вот эта вот склонность проявлять гордыню – это отсутствие смиренности. То есть, отсутствие желания себе почестей. Это скромность. Скромность включается в смиренности. Но кроме отсутствия, когда человек не требует почести, это уже проявление смиренности. Но когда человек одновременно, вместе с этим, способен просить прощения, когда он ведет себя неправильно, способен просить прощения и способен вести себя нацеленно, нацеленно сам пытается считать себя ниже других, это смиренность. То есть человек пытается считать себя ниже других. Каждый человек будет пытаться считать себя ниже других. Сразу возникает вопрос, а зачем? Считать себя ниже других. Нет, я вас спрашиваю у вас. Надо ли считать себя ниже других? А зачем? Вот, правильно. Надо или нет? Нет, правильно. Кто сказал нет, поднимите? Правильно. Почему? Обоснуйте. Потому что они будут уважать, да? Так? Сам в себе человек не будет уважать. Это вид гордыни. Есть такой вид гордыни? Выпендриваться? Своей? Пока сделать вид, что ты смиренный, да? Так? Еще какие варианты? Вот, хороший вопрос. Сейчас мы об этом будем говорить. Потому что все предыдущие высказывания были правильными. Итак, существует отсутствие уважения к самому себе. Есть такая вещь – отсутствие уважения к самому себе. Это греховное качество. Оно идет от бесцельности, отсутствия цели в жизни, и когда человек не выполняет обязательства, поставленные перед самим собой. Другой момент, который может вызвать неуважение – это любой поступок плохой, который человек совершает. Любой абсолютно плохой поступок вызывает неуважение к самому себе. Потому что уважение к самому себе означает, что сверхдуша, у нас есть сверхдуша, она является совестью, как бы вот совесть и сверхдуша – это одно и то же. Совесть говорит – ты плохой человек. Это и есть неуважение к самому себе. То есть в этом случае человек перестает ценить взятые на себя обязательства. Он считает, что он уже теперь никому не должен. Раз он плохой человек, значит, отвяжитесь от меня все, я никому ничего не должен. Понимаете? Раз я плохой, тогда отстаньте от меня. Все делайте, все сами. Это неуважение к самому себе. Человек соглашается с тем, что он плохой. Чем же отличается смиренность от этого состояния? Нет, с Богом это правильно, правильно, абсолютно, да, с Богом надо равняться. Но с Богом равняться мы будем, но при этом мы можем быть абсолютно несмиренными по отношению к людям. Эх, тяжелый вопрос. Все растерялись. Я сейчас вам задам вопрос, и вы все поймете. Хорошо, мы считаем, что неуважать себя это плохо, так? А уважать себя больше, чем других, это хорошо? И что же дело? Мы уважаем себя лучше, чем других, а? Это гордыня. Значит, мы должны уважать других больше, чем себя. Так? Там она хитрая. Молодец. Это она правильно сказала. Но я хочу до этого еще довести вас. И так, человек должен уважать других больше, чем себя. Это означает смирение. Но человек не может просто так уважать других больше, чем себя. Он должен знать, за что ему уважать. Если человек не знает, за что ему уважать другого человека, он никогда никого не будет уважать. Поэтому у человека должно быть особое видение. У человека должно быть особое видение, за что человека другого можно уважать. Это особое видение и есть то отличие святого человека от нас, от меня, я про себя говорю. Вот. То есть, святой человек отличается тем, что он видит в другом человеке хорошее, в отличие от несвятого. Несвятой смотрит на человека, прежде всего он видит недостатки. Он видит, за что его можно не уважать. Так? Святой человек смотрит на другого человека и прежде всего видит то, за что его можно уважать. Так? Если святой человек видит, за что его можно уважать, он не придает значения тому, за что его не надо уважать. Потому что он понимает, что если он с этой стороны будет смотреть на человека, то он сам себе сделает неприятно. Потому что святому человеку очень неприятно думать плохо о ком-либо. Он испытывает от этого угрызение совести, он думает, Господи, неужели я считаю себя лучше другого человека, если я о нем плохо думаю? Если я плохо о ком-то думаю, это не значит, что я уже плохой. Какой смысл тогда себя считать хорошим? Так? Святой человек думает, если я плохо думаю о ком-то, в чем же заключается моя хорошесть? Так? Он очень четко анализирует каждую свою поступку, поэтому он не хочет просто плохо думать о другом. Он знает, что есть недостатки, но он не хочет плохо думать. Он хочет видеть хорошее. Зачем? Потому что он уважает в себе духовную природу. Он заумно скорбляет священное. А? Скорбляет священное. Как должен священное? Если святого оскорбляют, то он должен принять это как проявление его прошлых плохих поступков. Если святого оскорбляют кто-то, он должен сразу решить, что на самом деле это проявление проведения, потому что если человек так отнесся ко мне, несомненно, значит, я в прошлом сделал что-то плохое, раз мне приходится терпеть эту боль. Потому что ничего случайно не бывает. Вот мы с вами сейчас контактируем. Каждое слово, ваше, мое, все это уже произошло в результате того, что мы совершали какие-то поступки в прошлом. Такое сочетание общения, все это происходит в результате того, что мы совершали какие-то поступки в прошлом, плюс наша настоящая свобода выбора. Наше желание сейчас и плюс поступки в прошлом делали и сделали вместе то, как мы себя ведем сейчас. Поэтому если кого-то колет что-то, это означает, что он или принял неправильное решение сейчас, или он совершал плохие поступки в прошлом, или то, или другое вместе. Но и то, и другое вместе, и по одному не означают обижаться или злиться на человека. Это означает, что моя вина. Все это означает, что то, что меня кто-то сделал плохо мне, означает, что я сам от этого не самый лучший вариант. Так или нет? Так человек должен думать про себя. Но когда он обвиняет другого человека в чем-то, он опять должен думать про себя. Он думает, хорошо, допустим, тому человеку по судьбе положено, что к нему плохо относятся. Но я-то, почему я должен именно это делать? Если я хороший человек, зачем я должен так унижать другого человека? Так? А из чего это идет? Опять из уважения своей духовной природы. Поэтому смиренность означает уважение в себе, своей духовной природы. А что такое духовная природа человека? Духовная природа — это природа быть слугой. Поэтому человек уважает в себе быть слугой другого человека и Бога. Это означает смиренность. Есть другой способ уважать себя. Это уважать в себе эгоизм. Как мы уважаем в себе эгоизм? Мы уважаем в себе эгоизм через отождествление себя с кем-то. Например, я уважаю себя как женщину. Я уважаю себя как мужчину. Я уважаю себя как врача. Я уважаю себя как инженера. Я уважаю себя как русского человека. Я уважаю себя как слушателя лекций. Я уважаю себя как обладателя вот этого места. Если ты на мое место сел, значит ты плохой человек. Потому что ты не знаешь, что я здесь сижу. Понятно, да? Или нет? Эгоизм, что это? Это сила, которая отождествляет все, что связано с моим телом. С моим телом. Эта сила отождествляет все, что связано с моим телом со мной. Я считаю себя тем, что связано с моим телом. Сегодня я русский, в следующей жизни я марсианин. Возможно? Веда, говорится, жизнь есть на всех планетах, которых только существует во Вселенной. Вопрос только заключается в какой форме. На всех планетах есть жизнь, говорится в ведах, но в разной форме. Например, на Солнце тоже есть жизнь. Но там живые существа живут в огненном теле. Это более высокая планета, чем наша. Но об этом это другая тема. И что же мы должны считать себя русскими, если на следующей жизни мы можем родиться на Солнце? Ну, допустим, вы можете, допустим, вы, допустим, придя домой, будете считать себя пассажиром? Вот человек приходит домой, он будет себя считать пассажиром? Да? Ну, ты, вы же уже приехали, зачем вы будете себя считать пассажиром? Ну, это же глупость, а? Нет, ну, понятно, можно как угодно там. Вот вы проехали в автобусе, вышли, и будете себя считать пассажиром? Домой пришли. Вас, допустим, представят, вот пришел пассажир. Ваш билетик спрашивает. Вы будете себя считать пассажиром дома, когда приходите домой? Нет? Или другой вопрос, еще более смешной. Вы будете себя всю жизнь считать беременной женщиной, нет? Простите за такой вопрос. Просто, чтобы вы поняли. А? Или нет? Не будете. Но почему же мы тогда должны считать себя русскими? Это же всего лишь миг. В следующей жизни мы будем американцами. Или капуалцами. Или, допустим, марсианами. Так вот, вопрос. От того, как я еду в автобусе, я себя сейчас считаю пассажиром. Да. На данный момент, в который я находился в автобусе, моя застрадание будет русским. Я считаю, на данный момент будет русским. Правильно. Вот это и есть концепция, которая приносит страдания. Вот я ждал этого. То есть, человек наконец-то сказал. То есть, я ждал от вас, что вы так скажете. Это правильно. То есть, существует два типа знания. Знание благости. Это знание о том, что мы имеем духовную природу. Знание страсти. Это знание о том, что мы имеем отождествление с каким-то типом существования. Мы не должны отрицать, что мы русские. Это знание страсти. Я сейчас объясню разницу между этими двумя знаниями. Иначе мы не поймем, что такое смиренность. Мы не можем отрицать, что мы русские. Так же мы не можем отрицать, что там я мужчина, кто-то женщина и так далее. Мы не можем это отрицать. Так? Я не могу отрицать, что я врач. Так? Я иногда веду себя как врач. Я должен, если, допустим, кто-то подойдет к женщине и будет вести себя с ней как с мужчиной. Это неправильно. Правильно? Он не должен так делать. А вот так как она женщина, он должен обращаться как к женщине, к мужчине должен обращаться как к мужчине. Это правильно делать. Так? А почему так надо делать? Почему так надо делать? Обращаться к женщине как к женщине, а к мужчине как к мужчине. Почему так надо делать? А потому что, если я сделаю по-другому, этот человек будет на меня обижаться. Знаете, почему он будет на меня обижаться? Потому что я не учел его отождествление Так вот, запомните такую вещь Человек, который отождествляет себя со своей духовной природой Он считает себя, наша духовная природа Это быть слугами всех живых существ и Бога Служить всем, и служить себе не я, мужчина А я служу всем, как мужчина Это означает, что если ко мне кто-то относится не как к мужчине Допустим, отнесся не как к мужчине Если я не отождествляю себя полностью с мужчиной Если я знаю, что я душа Кто-то меня перепутал Спустывал, и света Со спины, может, похоже Вот И если я действительно отождествляю себя со своей духовной природой Я не смогу обидеться И раз гнев Это все происходит автоматически Точно так же, как Допустим, мы знаем Опыты есть лягушками в мединституте Кто был, тот знает Допустим, током дергает Ножка раз Отдергивается Вот это вот отдергивание Это означает Мое Это происходит автоматически Так действует ложное эго Ложное эго Дает силу Которая называется болью Оно дает силу Ложное эго Оно дает силу Которая называется болью Всему телу Эта сила уже реализуется В нервной системе И так далее Но это Природа ложного эго Когда Когда у тебя пытаются отнять Человеку становится больно Если Дотрагиваются Током до ножки То Обезьянка Отдергивает ее Это означает Она Она имеет Эту концепцию Я Обезьянка И эта концепция Распространяется На все ткани тела Мгновенно И появляется Болевая чувствительность Так устроен этот мир Мы не можем отрицать То, что есть Никто не будет Согласен Если ему будут делать больно Точно так же Мы должны относиться К женщине Как к женщине К мужчине Как к мужчине Но по-настоящему Святой человек Тот, кто осознал Свою духовную природу Когда он осознал Свою духовную природу Он может терпеть Любую боль Потому что он знает Что я не есть Что я не тело Когда Это знание Реализуется С огромной силой То у него В момент Когда он это понимает Полностью Пропадает Болевая чувствительность У него может пропасть Все неприятности Которые только существуют В этом мире У него пропадают Все проблемы Потому что он принял Истинную концепцию Истинная концепция Означает Я душа То есть я Имею духовную природу Я слуга всех Я уважаю себя Как слуга Если мне Допустим Надо прислуживать Как женщина То есть я должен В этот момент Времени Прислуживать Кому-то Как женщина Допустим Кто-то умирает Мужчинам Не свойственно Заботиться Там Судно Оттаскивать Мужчинам Не свойственно Женщина Больше Свойственно Но человек Который понимает Что он душа Он принимает На себя Эти женские Обязанности Допустим И он не считает Что это плохо Он понимает Что это его Обязанность Служить Другому Живому Существу Это означает Смирение Вот запомните Смирение Это всегда Понимание Своей духовной Природы Поэтому это Самое первое Качество Святой Личности Если человек Понимает Что он Душа Его никто Не сможет Вывести Из равновесия Тем Что ему Относится Без должного Почтения Так вот Способность Не Желать К себе Почестей Это самая Высокая Способность Которая Только существует В этом мире Потому что Наше Отождествление С телом Настолько Сильно Что Это происходит Вполне Автоматически Мы не можем Отстраховаться От этого Допустим Если Если Ко мне Относится Во время Приема Я принимаю Пациентов Ко мне Относится Не как Врачу Но как Другому Человеку У меня Вспыхивает Гнев Потому что Я в это Время Отождествляю Себя С врачом Но должен Ли я Ставить Человека На место Который Не хочет Принимать Что я Врач Во время Приема Должен Но я Не должен На него Злиться Почему Я должен Точно так же Как царь Должен Управлять Своей Страной И он Должен Наказывать Тех Кто Не Подчиняется Так Иначе Что Произойдет Развал Так Но должен Ли он Злиться При этом Или Проявлять Гнев Нет Потому что Проявление Гнева Означает Отождествлять Себя С тем Что Ты царь То есть Человек Должен Служить Как царь Например Я Служу Как мать Своему Сыну Может Мать Быть Смиренной У Смиренной Матери Вырастает Смиренный Сын Может Мать Быть Смиренной Или Нет Может Что Это Означает Некоторые Думают Смиренная Мать Означает Что Ребенок Вырастет Негодяем Он Будет Разбалован Так Это Отсутствие Понимания Качества Смиренности Что Значит Смиренная Мать Кто Может Сказать Что Значит Смиренная Мать Вот Правильно Молодец Хорошо То есть Смиренная Мать Означает Мать Что Такое Мать Мать Это Комплекс Обязанностей Мать Это Не Тетенька Правильно Это Комплекс Материнских Обязанностей Если Я Не Забочусь Со Своим Ребенки А Забота Не Означает Только Пеленки Стирать Забота Также Означает Следить За Ним И Иногда Делать Ему Замечания Так Если Я Не Забочусь О Своем Ребенке Значит Какая Я Мать Но Если Я При Этом Злюсь На Него Это Означает Что Я Отождествляю Себя С Матерью Я Говорю Ах Ты Негодяй Я Мать Твоя Так Злость Откуда Ведь Идет Вся Да Ах Ты Я Твоя Жена Ах Ты Я 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 Пил Вся Злость Идет Я Же Твой Начальник Я Же Трудился Над Этой Контрольной Работой Почему Вы Не Уважаете И Так Дали Отождествение Все Это Отождествение Когда Когда Женщина Хочет Вырастить Смиренного Сына Что Она Должна Сделать Она Прежде Всего Должна Понять Что Она Душа И по своей природе, она, по природе своего тела, она должна играть роль матери. Это не значит, что вся жизнь игра, а это значит, что она не должна придавать этому слишком большого значения. Да, я мать, да, я выполняю свои обязанности как мать, я ищу, что долго все делаю, да, ищу, что долго. Но если он не уважает во мне мать, если он не уважает во мне мать, значит, я должна просто сказать ему, что это неправильно. Но нет смысла злиться, потому что, может быть, он не уважает, потому что он знает какие-то другие отношения между нами. А в Ведах говорится, что чаще всего, когда, очень часто бывает, когда человек является матерью, своему сыну, а в следующей жизни может быть наоборот. Чаще всего бывает наоборот. Если мать не выполняет обязанности перед своим ребенком, то в следующей жизни ребенок становится матерью, а мать наоборот. Чтобы она испытала точно такое же отношение к себе. Если мать ведет себя неправильно, она рождается. Не выполнив свои обязанности, она получает плохую карму, рождается дочкой этой мамы или сыночком и получает то же самое, такое же воспитание. Делает вывод, что так делать нельзя. Так действует карма. И вот будучи сыночком, допустим, так как человек подсознательно имеет контакт с прошлыми жизнями и очень сильно их воспринимает, но понять не может. Такой сыночек может быть был в прошлой жизни отцом, допустим, этой женщины. Или отцом, которая была мужчиной в прошлой жизни. Или он был мужем ей. И, допустим, она не командует в этой жизни, а он чувствует, что это что-то не то. Он чувствует, что на самом деле не должна командовать, потому что он чувствует, помнит в прошлой жизни. И он постоянно грубит. Так? Такое может быть или нет? Да сколько хочешь. Если человек постоянно грубит, надо задуматься. Может быть, у нас какие-то другие отношения были в прошлом? Если человек не отождествляет себя полностью, я мать навсегда. Ну, это же глупость, что значит навсегда. Пройдет несколько, там, сорок лет и все. На этом все-таки отношения закончатся навсегда. И больше ему, возможно, никогда не будет. Так поэтому, а? Так вот, конечно, знание это силы. Но я именно поэтому объясняю. Поэтому смысл заключается в том, что человек, он может принять на себя роль. Но он не должен принимать близко к сердцу, когда они принимают эту роль. Люди могут не принимать. Надо им пытаться, им помочь, чтобы они приняли. Потому что иначе они будут совершать греховную деятельность. Мы не зря принимаем свою роль в этой жизни. Если человек родился женщиной, значит, это его природа быть женщиной. Мы не должны женщину считать мужчиной и не должны относиться к ней по-другому. Если кто-то родился моей матерью, я должен относиться к ней, как к своей матери. Если кто-то родился моим отцом, я должен относиться, как к своему отцу. Если я этого не делаю, я совершаю грех. Так как я это делаю, я буду за это страдать. Поэтому надо помочь. Как можно помочь? Только без гнева. Разве с гневом кто-то будет слушать? Если я с гневом сейчас буду вспыхивать ложный эго. Гнев это что такое? Вспышка ложного эго. Как только я ложным эгом давлю на человека, сразу у всех возникает ложный эго. Допустим, вы покупаете в магазине какую-то вещь. У нас здесь не бывает, но в Индии сплошь и рядом. И тебе называют цену. Ты уже решил купить, и тебе он потом говорит. А я решил продать тебе дороже. Потому что ты можешь купить это только у меня. И индусы это воспринимают сами. Индусы это воспринимают спокойно. Они начинают улыбаться, думают, ну вот сейчас будем торговаться. И они улыбаются, смеются и торгуются. Они не принимают, они это считают игрой. Потому что они к этой вещи сразу не привязываются. У них есть культура поведения. Они знают, что эта вещь, она будет моей тогда, когда она уже будет моей. И он думает, я ее, может, вообще не куплю, даже если ее можно купить. Они не привязываются, потому что знают, что все может поменяться каждую секунду. И они со смехом начинают смеяться. Потом он, в конце концов, видит, что нельзя уговорить человека. Ну, уходит из лавки, тот ключик. Стой, все, я согласен. И они с друзьями расстаются, у них нет проблем. Если же западный человек, вот я когда первый раз с этим столкнулся, я так обижался. Я говорю, я пришел, я вижу цену, почему ты меняешь? Он говорит, ну, потому что больше ты ее нигде не купишь. И я обижался, я уходил, обижался. А они думают, фу, глупый человек просто, и все. Это просто глупость и все, как себя вести. Вы согласны, что это глупость или нет? Я себя отождествил сразу, что я покупатель этой вещи. Все. И поэтому он на меня думает, да не просто глупый человек, с ним даже пообщаться нельзя. Они просто сидят там с алгенем, делать нечего. Ну, хоть поторговаться. А у нас не любят, потому что сразу человек отождествяет себя с вещью. Он думает, все, я покупаю. Если ты ему не продашь, он будет на тебя ненавидеть потом всю жизнь. Понимаете, проблема в чем заключается? Мы должны из чувства долга все делать. Мы должны из чувства долга выполнять свои материнские обязанности. Я говорю, мы должны. А если не будем, тогда будет боль. Если мы будем выполнять свои материнские обязанности и не из чувства долга, тогда смирения никакого не будет. Будет боль. Гнев всегда рождает боль. Когда человек гневается, им будет больно от того, что он испортил отношения, от того, что он плохо сделал человеку, ему потом назад это вернется. Человек никогда не прощает гнев. Он откладывается в сердце. Очень трудно простить гнев. Даже если человек прощает гнев, то его сверхдуша не прощает. То есть совесть начинает говорить, ты плохой человек. И так это бесконечно. Это проблема. Всегда страдание. Поэтому, как избежать гнева? Надо понять свою природу. Как понять свою природу? Вопрос к залу. Как понять свою природу? С помощью болтовни моей, что ли? Нет, вы не поймете. А? Чтобы понять свою природу, надо начать жить не для себя. Потому что есть два типа разума. Два типа знания идут из двух типов разума. Один тип знания говорит, почему я должен отказываться от того, что я русский. Почему я не должен вести себя как русский человек. Так? Это разум эгоистичный. То есть я русский, это означает, что американец это уже не русский. Он может быть лучше, хуже, но это уже что-то другое. Это не я. Я русский. Этим все сказано. Все. Это эгоистично. Это сознание приводит к страданию. Почему? Потому что все войны возникают на основе этой концепции. Русские не поделились с американцами. Может они и лучше, но почему они? Какое они имеют право на русских? Так сказать, бочку катить. Так? И начинается война. Так? Это эгоистические концепции столкнулись. Вы понимаете, о чем речь или нет? Допустим, у нас моя семья хуже, допустим, чем это. Но почему они нас унижают? Моя семья хуже. Я считаю себя хуже, да. Это вроде бы смирение, да? Я себя считаю хуже. Да, наша семья хуже. Это уважаемые люди. Но какое право они на мою семью имеют? Так говорит. И все. Война опять. Да? Это позиция, которая приносит страдания. Вроде бы ничего плохого нет в том, что я русский. Но с другой стороны, посмотрите, сколько проблем. Другая позиция. Я имею духовную природу. Это означает, что я слуга других. Я слуга американцев, слуга русских, слуга женщин, слуга мужчин. Так? Я слуга всех, потому что я душа. Душа, она всегда служит. Она больше не знает, что ей можно делать. Потому что все остальное желание себе, это все идет от эгоизма. Душе не свойственно вот это вот ложное эго. Ей не свойственно. Это она приобретает при рождении в материальном мире. Здесь в материальном мире это и есть незнание, невежество. Что такое? Невежество идет от материального существования. Мы когда попадаем сюда, сразу нам на лоб ставится вот это вот. Я хотел жить для себя, попал из духовного мира, где все живут для других, материальный. Я попал сюда, мне клеймо сразу на лоб. Получи и распишись. Вот тебе ложное эго. И я когда рождаюсь, уже начинаю хватать. Мне. Это проявление ложного эго. Все. Я отождествляю себя с телом самого рождения. Если кто-то у меня что-то отнимает, я кричу. Ребенок рождается в невежестве. И говорится в Веда, что человек должен, насколько он способен отказаться от этой концепции. Поэтому смирение – это самое главное качество святого человека. И вообще самое главное качество человека. Самое первое качество, которое приводит его к знанию. Потому что смирение дает возможность что сделать? Слушать. Человек, который не имеет смирения, не способен слушать другого человека. Раз он не способен слушать, так как через слух приходят знания, больше всего реализуются через слух. Человек, который не способен слушать, он не способен понять то, что есть у других. Допустим, я говорю, я не буду тебя обслушать, потому что я знаю больше. Даже если я знаю больше, если я отказываюсь слушать заранее, это признак глупости. Это значит, что я не смиренный человек. Смиренный человек способен слушать до тех пор, пока он видит, что он слушает внимательно, он смиренно слушает, он видит, что здесь нет знания. Если нет знания, зачем дальше слушать? Так как он уважает свою духовную природу, он говорит, я больше не буду слушать, потому что здесь нет знания. В этом нет ничего плохого, так? Но несмиренный человек не может начать слушать, поэтому он не может понять, есть там знания или нет. Он просто отказывается заранее. Понимаете? Поэтому здесь на лекции так мало людей. Так могли бы все послушать, даже ученые большие. Так прийти послушать, хотя бы первый раз на одну лекцию, так? Почему-то не приходят. Потому что они отказываются заранее слушать. Это признак несмиренности. Несмиренность не дает возможность человеку что-либо понять. Надо понять этот принцип. Смиренность это первое качество личности. Оно дает возможность прогрессировать. Везде. Например, для того, чтобы мне поступить в институт. Все думают, надо набрать пятерки. На самом деле, надо просто проявить смиренность перед преподавателями. Надо проявить вместе со знанием смиренность. Если я проявляю гордость вместе со знанием, мне пятерку... Ну, если поставят, то с большим трудом. Так? Даже если поставят потом на экзамен, там личностные отношения уже во время учебы развиваются. Если я несмиренно себя веду с преподавателем, считаю себя более умным, то преподаватель будет меня оскорблять, и мне в конце концов не будет хотеться учиться. Качество ученика это смиренность. Ученик означает тот, кто послушник, тот, кто способен слушать. Послушник значит способен слушать. Если человек не способен слушать, он ничему не выучится, а академиком не станет. Поэтому чем отличается глупый человек от умного? Первое отличие глупого человека от умного заключается в том, что глупый человек никогда никого не слушает. Непослушный. Так? С детства он непослушный, а взрослым он становится глупым. Умный человек чем отличается? Он с детства послушный, а потом вырастает умным. Понимаете разницу? Непослушный ребенок означает эгоистичный. Послушный ребенок означает умный. То есть отсутствие эгоизма означает разумность. Поэтому смиренно это первое качество человека. Смирение первое качество человека. Итак, человек должен всегда хотеть жить для других. Если он хочет жить для других, постепенно он понимает, что именно в этом заключается его природа. Когда он это понимает, что в этом заключается его природа, тогда он начинает относиться к тому, что он мужчина, женщина, врач. Просто относится к этому как к концепции, которая необходима просто для существования. То есть он не относится к этому, да я врач. Он так не относится. Потому что это глупость. Он знает, что это признак глупости. Если кто-то выходит на сцену и говорит, я заслуженный врач. И грудь выпятывающего вперед. Это означает, что у него есть какие-то проблемы. Он не понимает, что в следующей жизни он может быть заслуженным. Бобиком, допустим. Они тоже бывают заслуженными. Тоже его награды. Там у него много медалей бывает. Вот. Это животная форма. Это животное состояние. Когда человек чрезмерно гордится собой, это значит, что у него признак животного интеллекта. Эгоизм это животный интеллект. Это неразумное состояние. Эгоистичность это неразумность. Разумность означает отсутствие эгоизма. Когда мы служим другим людям, мы забываем о своей эгоистичности. Мы забываем, кем мы были. Если я служу в роли, допустим, санитара, когда идет операция, я забываю, что я врач. Врач, допустим, мне говорит, кто-то ведь, кто-то, кто-то оперирует, кто-то ассистирует. И врач говорит, принеси то, принеси это. Я забываю. Потому что я считаю, что я должен служить. Это главнее, чем быть врачом. Так? Это признак разумности. Потому что таким образом можно спасти человека. Точно так же. Сегодня я президент страны. Завтра я могу быть заместителем, если я себя никогда не отождествлял с президентом. Если я становлюсь заместителем, я могу очень много научить нового человека. Многому научить. У меня есть опыт. Я становлюсь его слугой, учу его, как правильно вести дела, как что. Смиренная позиция. Он многое командует. Так? Государство от этого очень сильно выигрывает. Правильно? Но в основном все уходят под ставку. Они не хотят больше с этим иметь дело, потому что их не считают президентами. Это признак невежества. Сильное отождествление себя с этой ролью рождает проблемы. Так? Точно так же человек в этой жизни был женой кого-то, потом им пришлось поменяться ролями, и раз они поменялись, они никак не могут к этому привыкнуть. Через 20 лет наконец привыкли. А сначала, как бы, он хочет, чтобы к нему ласково относилась жена. Он хочет, чтобы жена к нему ласково относилась. Это женская природа хочет ласкового отношения к себе. А она хочет, чтобы ей дали возможность делать дела так, как она считает нужным. Это противоположные природы. Женщине в этом случае играет мужская природа, а в мужчине женская. Понимаете? Это все идет из-за того, что было слишком сильное отождествление в прошлой жизни себя с этой природой. От чего сейчас женщины ведут себя, как мужчины? А мужчины ведут себя, как женщины. От чего? От того, что в прошлой жизни они себя сильно отождествляли с телом. Они себя считали настолько сильно женщиной, что не успели, как бы, пересмотреть свои позиции в следующей жизни. Потому что очень трудно переключиться на прямо противоположное. Допустим, я ходил на ногах, теперь надо на голове ходить. Очень сложно привыкнуть. Так? Но человек, который не отождествляет, он спокойно становится совершенной женщиной после того, как был совершенным мужчиной. Понимаете или нет, в чем разумность? Разумность в том, чтобы понять, что так как это временная концепция, она может в будущем принести большие страдания. Например, вы сегодня мать, сегодня мать, а за сына, допустим, своего. Но сын же растет. И вы должны менять свое отношение с каждым годом к этому ребенку. Это трудно или нет? Трудно. В том случае, если человек не понимает, что это просто телесная концепция. Я мать. Если человек понимает, что это просто телесная концепция, но я должен по-матерински, есть чувство долга, относиться к этому ребенку. Да, у меня есть чувство, это все понятно, да. Это естественно, так природа сделала, чтобы удерживать семью. Это все понятно. Это естественно и дает счастье. Все это хорошо. Но ребенок растет. Я меняю отношение к нему, потому что я знаю, что в этом мире все временно. Например, когда ребенок становится взрослым, разумная мать, воистину, которая действительно мать, она дает возможность сыну все решать самому. Она дает ему возможность, потому что иначе какой он будет мужчина, если он не будет принимать самостоятельные решения. неразумная мать, которая продолжает отождествлять себя с матерью того маленького ребенка, она постоянно пилит его и говорит, делай так, делай так, я тебе сказала. Так? И возникают проблемы. Это что, не смирение же, правильно? Ребенок, взрослый человек, должен поступать, мужчина должен поступать самостоятельно. Так? Но мать не дает ему. Она говорит, я твоя мать, я лучше знаю. Так? Или, допустим, отец. Он отдал свою дочь замуж. Все, он отдал ее. Согласно ведом считается, она ему больше не принадлежит. Она принадлежит мужу. Как муж скажет, так она будет делать. Но отец, который сильно отождествляет себя с отцовской природой, он постоянно вмешивается в дела семьи и говорит, будете делать так, как я сказал. Все. Так? Вот она, несмиренность, откуда вытекает. Так? От того, что мы не понимаем свою природу. Да какая же у нас природа? Наша природа, мы душа, понимаете? Душа. Душа означает полна вечности, знаний и блаженства. Вечности означает, мы никогда не умрем. Поэтому незачем беспокоиться, умирает только тело. Знание означает, что я душа, знание означает, что я слуга всех. Когда человек становится слугой всех, о чем переживать? Вот я стал слугой всех, о чем мне переживать теперь? Меня не уважают. Значит, плохо служу, надо лучше служить, чтобы уважать. Так? Нет проблем, проблемы пропадают. Понимаете или нет? Когда человек становится слугой всех, ну назовите мне, какая может быть проблема у того, кто хочет быть слугой всех? Какая у него может быть проблема? Проблемы есть только у тех, кто не хочет быть слугой, а кто хочет быть господином. Так? Не принимают же меня как господина, это проблема. Меня не принимают как жену, меня не принимают как мужа. Это проблема. А когда ты жена, означает служить мужу. Когда жена служит мужу, как он может ее не принимать? Кто отказывается от счастья? Никто не может отказаться от счастья. Когда муж служит, муж означает служить жене. Когда муж служит жене, кто может не принять? Какая женщина может отказаться от этого? Если мужчина служит, природа так сделала, что если муж служит жене, он удовлетворяет все ее желания. Если жена служит мужу, она все его желания удовлетворяет. Потому что это прямо противоположности. Это две противоположности. Абсолютно противоположные создания мужчины и женщины. Кто может отказаться от того, что все удовлетворяют все желания? Никто не может отказаться. Поэтому несчастье в каких семьях, где нет смиренности. Так? А смиренности нет от отсутствия знаний. совсем вы задумались сейчас будем говорить о том что дает смиренность сила смиренности внимательно слушайте а здесь практическое правильно практическое знание вот сейчас мы поймем как добиться практического знания мне не так много смиренности но сколько есть допустим вы будете слушать и как вы получите потом будете слушать других кто знает больше об этом главное сейчас понять идею смирение и слушание вместе дают возможность удовлетворить все желания человека такая тема желание означает желание сердца желание сердца это это то что мы хотим то есть желание сердца все желания идут из сердца у нас тут здесь находится тонкое тело ума все желания идут из сердца из зоны сердца не самого сердца область сердца тут находится центр тонкого тела ума здесь же находится душа Чтобы удовлетворить желание своего сердца, для этого надо внимательно слушать истинное знание. Если это знание не истинное, значит при внимательном слушании желание сердца не удовлетворяется. Как определить, истинное знание или нет? Надо начать внимательно слушать. Если желание сердца не удовлетворяется, если человек не входит в состояние умиротворения, ему не становится хорошо, он счастье не испытывает, послушав, это значит, что это знание не истинное. Если человек испытывает, что ему стало лучше жить, легче, что он счастье испытал, значит это знание приближается к истинному. Но настоящее истинное знание, когда говорит святой человек, когда человек слушает святого человека внимательно, он обретает счастье сразу же от того, что он получает знание. Это одно из качеств души. Одно из качеств души это знание. Когда человек проходит знание внутрь, один аспект души сразу проявляется, и человек испытывает счастье, потому что человек всегда испытывает счастье при соприкосновении со своей природой. Наша природа духовная, мы как только с ней соприкасаемся, мы сразу испытываем счастье. Человек от истинного знания будет испытывать счастье. Поэтому смирение и слушание одновременно дают возможность быть счастливым. Когда человек соприкасается с истинным знанием. Сила смирения стоит выше другой любой силы. В ведах описывается много случаев, когда смиренный человек побеждал всех. Следующий момент. Человек смиренен настолько, насколько духовное знание раскрывается перед ним. А понять себя душой невозможно просто так. Мы не можем себя понять душой просто так. Это невозможно. Это просто разговоры. Вот мы сейчас поговорили и все начали себя считать душой. Это глупость. Допустим, я могу похвалиться, что я могу без наркоза полечить себе зубы. Да? Но это не значит, что я без наркоза смогу полечить себе зубы. Потому что когда я открою рот, мне начнут сверлить, там все вскроется. Поэтому мы можем себя считать, что мы духовную природу, что мы стали смиренными после этой лекции. Но надо понять принцип, что это все глупость. Пока мы не будем обладать истинным знанием, мы не сможем стать даже на йоту смирения. Потому что это качество очень труднодостижимо. Поэтому вы хотите, чтобы жизнь изменилась к лучшему, знайте, что чем смиреннее человек, тем он счастливее. Смиренность это вещь абсолютно неподдельная. То есть мы не можем искусственно стать смиренными. Сегодня я буду перед мужем смиренной. Ну и что? Он вспомнит свою прошлую жизнь где-нибудь. Какой-то момент. И начнет с вами вести себя как женщина. Скажет, ну почему ты меня не ласкаешь, не жалеешь, я так устал от твоих. Он будет, и вы подумаете, фу. Вы подумаете, фу, какой это мужик. Вся смиренность ваша пропадет. Смысл заключается в том, что мы не можем играть в смиренность. Некоторые играют в смиренность, как вот сказали. Это глупая игра. Но должны ли мы вести себя смиренными? Смиренно мы должны себя вести, да. И чувство долга. Мы должны себя вести смиренно, зная, что никакого смирения у нас нет и помине. Так? Но это не игра в смирение. Потому что когда человек ведет себя смиренно, он все от его поведения испытывает счастье. Это не игра в смирение. Игра в смиренно не означает позировать. Настоящее смирение – это когда человек просто не хочет почестей, и все. Он не хочет, чтобы... Он не хочет от своих детей, чтобы его уважали как мать или отца. И он хочет просто, чтобы они выполняли свои обязанности. Он не требует от своих детей уважения. Он требует выполнения своих обязанностей. Он не требует от учеников уважения к нему, как к учителю. А требует, чтобы они просто стали умными людьми. То есть к себе уважения не требуется. Это и есть смирение. Понимаете? Да? В этом случае человек обретает счастье. Потому что когда человек не хочет, чтобы его уважали как мать, а чтобы просто стал хорошим человеком сын, чтобы он выполнял свои обязанности. В этом случае она не замечает, не обращает внимания, как ее ребенок грубит ей. И говорит всякую глупость там, и спорит, и так далее. Она продолжает очень спокойно, говорит, сынок, все-таки надо сделать. Сынок, все-таки вот это правильно так делать. А он там, как только на нее нет. А она говорит, вот надо, знаешь, все равно надо сделать. И он в конце концов думает, у меня хорошая мать, мне придется это сделать. Все, и он делает. Он ее начинает уважать. Теперь следующий момент. Воистину уважение приходит тогда, когда человек видит в другом человеке смирение. Настоящее уважение приходит тогда, когда другой человек видит смирение. Например, два человека спорят. Они уважают друг друга или нет, когда спорят? Нет. Когда один из них уступает и говорит, да, ты прав. Я согласен с тобой. Ты во всем прав. Я вот, наверное, я ошибся. Я буду думать на эту тему. И сразу, мгновенно у того, кто спорил, не тот, кто признался, у того, кто спорил, возникает ощущение уважения. Он думает, с этим человеком я хочу дружить, я хочу ему доверять, я хочу, чтобы он не ушел от меня, не покинул. Понятно, да? Уважение сразу, хотя бы и капелька смирения проявляется, возникает уважение. Поэтому, вы хотите, чтобы вас уважали ваши дети, мужья, жены, пациенты там, или ученики, или еще кто-то там на работе, сослуживцы. Вы хотите, чтобы они вас уважали? Надо проявить смирение. Но надо отличить смирение от малодушия. Малодушие означает уступить человеку в результате давления. Уступить в результате давления, если человек что-то от тебя хочет. Часто люди малодушничают, думая, что это истинное смирение, это вызовет уважение. Мы, допустим, малодушничаем, я малодушничаю. Я говорю, я вам разрешаю делать всякие гадости. Я говорю, ну, пожалуйста, делайте, что хотите. Да, но это лишь бы на лекции ходили. Это малодушие. Чем оно отличается от смирения? Смирение означает, что человек выполняет свои обязанности, но при этом относится уважительно, относясь уважительно к людям, несмотря на их поведение, не требует к себе почестей. Он не требует к себе уважения. Как в этом случае человек ведет, смиренный человек как себя ведет? Он говорит, надо вот это сделать обязательно. Но как он это говорит? Он говорит, я не могу вот пойти вам навстречу в этом вопросе, потому что я не могу. Но, тем не менее, я вас уважаю, понимаю, почему вы это просите. Все, я готов для вас что-то другое. Допустим, давайте я вам вот это сделаю. Он слуга, он как слуга. Если вы говорите, я могу вот это сделать. Давайте я вот это для вас сделаю. Или вот это вот давайте, я готов. То есть я чувствую вам, я что-то должен вам сделать по своей судьбе, раз вы ко мне пришли. Но вот этого я не могу сделать, потому что я не могу. Так? Это проявление смирения. Такого человека будут по-настоящему уважать. Поэтому не думайте, что дешево можно добиться уважения. Надо понять, что такое смирение. Очень трудно отличить смирение от чего? От малодушия. Некоторые даже считают, что это одно и то же. Например, они говорят, если я смиренно буду к своему ребенку относиться, то кем он вырастет? Бандитам говорят. Но это не смирение, это малодушие просто. Следующее. Передавать истинное знание имеет право только смиренный человек. Это означает, что истинное знание передается по цепи преемственности. То есть, это написано в ведах. В ведах говорится, что истинное знание может получить кто угодно через свое сердце. Человеку через сердце может знание открыться. Понятно? Человеку может через сердце знание открыться. Он может все узнать сам по себе, просто, без всякой помощи посторонней. Но передавать другому этого знания он может только в том случае, если это знание, которое он получил, оно подтверждается цепью ученической преемственности. То есть, есть люди, которые получают друг от друга истинное знание. И если ты становишься учеником такого человека, то тогда он подтверждает, что то, что тебе раскрыто в твоем сердце, это и есть истинное знание. И он подтверждает тебе это. Тогда ты имеешь право это знание передавать другим людям. Если же человеку не раскрыто истинное знание кем-то, кто получил его свыше, это означает, что человек будет давать это знание от себя, как свое. Когда человек дает знание как свое, а не как какое-то знание какого-то авторитета, это означает, что к этому знанию перемешивается эгоизм. Это означает, что человек не может передавать это знание. Не сможет его сохранить в истинном виде. Даже если он получил истинное знание. Он получил истинное знание. Но передает его не от кого-то, а от себя. В этом случае он, передавая истинное знание, будет считать себя как бы основателем это знание, будет считать, что у него есть божественная природа. Понимаете? То есть я как бы как Бог, что ли, или как какой-то там пророк, он будет считать себя. Но при этом истинного знания он не передаст. Потому что истинное знание, оно не зависит от меня. Понимаете? А я ставлю его зависимость от меня. Я говорю, вот идите попробуйте у другого получить это знание. Это знание у меня. Большего ни у кого нет. Так я ставлю в зависимости от себя. Вы не поняли, да, эту тему? Устали вы, что ты устал? Сегодня день тяжелый. Истинное знание не надо ставить в зависимости от себя. Тот, кто истинное знание передает, он говорит, это не мое знание. Это знание высших авторитетов. Я просто передаю. Так ведет себя человек, который может передавать истинное знание. Без смирения передавать истинное знание невозможно. Если ты получил из сердца знания, найди личности, которые подтвердят это знание. И тогда ты можешь его уже передавать. Понятно, да? Принцип, который описан в ведах. Так сказано в ведах. Так надо искать человека, который может передавать знания. Или, если ты хочешь по-другому, тогда будут проблемы. Всегда будут проблемы. Потому что человек не может от себя говорить. Я уже объяснил этот вопрос, я сказал, человек может получить это знание по наитию, любой человек может получить, но для того, чтобы передавать знание, надо выработать в себе смирение. Только смиренный человек будет способен обратиться к другому человеку, которого он считает авторитетом в области знания, он должен найти такого человека. Это значит, что это не истинное знание. Знание с примесью эгоизма не очищает человека. Он не получает этого знания. Он воспринимает это знание уже неправильно. То есть, если человек получает от такого человека знание, которое не идет по цепи преемственности, он знания не получает. Он получает уже искажение, которое ему счастья не принесет. Не истинное знание не приносит счастья. Там примешивается эгоизм. Человек чувствует проблему. Он не может передавать, но если не нашел учителя, он может получить знания. Получить знания человек может по наитию, просто от Бога или от священных писаний. Но чтобы передавать знания, он должен найти учителя обязательно. Понятно, да? Принцип ясен. Без смирения нельзя передать знания. Эту тему мы разобрали. Смиренность спасает от гибели. У нас в судьбе есть критические моменты, когда карма, она ставит нас как бы в очень тяжелую ситуацию. Только смирение способно в этой ситуации. В этой ситуации человек должен выбор сделать. Всегда в критической ситуации человеку дается право выбора. Если человек и выбор такой, что бы вы ни сделали, ни не сказали, ни подумали, надо стремиться со всей силы к смирению. Ну, например, кто-то нож, допустим, вставит в горло, отдавай деньги. Вы можете отдавать деньги, можете не отдавать, может у вас вообще этих денег нет. Единственное, что человек должен сделать в этот момент, он должен вспомнить, что он должен стать смиренным. Если он становится смиренным, то у этого человека нет повода вас зарезать. Потому что повод зарезать все равно идет из каких-то побуждений, даже эгоистических. Допустим, человек стоит на платформе эгоизма. Или человек стоит на платформе неэгоистической. Допустим, человек стоит на платформе эгоизма. И он думает, я тебя сейчас прибью. Да? Он думает. Он нашел свою жертву, говорит, я тебя сейчас прилежу. Так? Как он себя ведет? Он должен оправдать для себя этот поступок, так? И он вызывает свою жертву на дискуссию, на дуэль словесную или на взгляд. Он вызывает. Он хочет посмотреть, как эта личность относится к нему. Если она будет иметь хоть немножко ненависти или страха, или чего-то другого, отсутствие смиренности, у него будет повод садить нож. Он будет это делать уже с полным, так сказать, удовлетворением. Так? Если же человек смиренно себя ведет, а смиренно можно себя вести в том случае, если человек понимает, что ему по судьбе положено встретить такую личность, и здесь уже ничего не сделаешь с этим. Он что-то набедокурил в прошлой жизни. И он понимает, он говорит, что я не знаю, что угодно судьбе, умереть в ней или остаться живым в этой ситуации. Главное, я должен подумать в момент смерти о самом главном. Я должен подумать о Боге. Я должен всем пожелать счастья. Я должен подумать о Боге. Человек в момент смерти, если вспоминает имя Бога, он отправляется в духовный мир. Если человек в момент смерти испытывает страх, он отправляется на низшие планеты. Если человек в момент смерти испытывает счастье, он отправляется на высшие планеты. Если человек в момент смерти вспоминает, что он не доделал в этой жизни, он остается на средних планетах. Чаще всего на том же месте, где он жил до этого. На этой планете. Большинство людей вспоминает, что они не доделали в момент смерти. Кто-то испытывает жуткий страх. Они отправляются на низшие планеты. Деградируют. Кто-то испытывает счастье. Почему человек может счастье в момент смерти испытывать? Потому что он чувствует, что его страдания кончились. Дальше уже будет счастье. Потому что страдания или нестрадания определяет тип тела. То есть в этом теле мы здесь родились. Вы можете сейчас сбежать из Барнаула, нет? Ну, с Барнаула, допустим, сбежите, но с Земли это куда нам убежать? Здесь планета, которая дает определенное количество страданий. Если человек изжил уже эти страдания, ему больше здесь нечего делать. И он просто доживает. Когда он в момент смерти, он естественным образом чувствует, что все, закончили страдания для меня. Следующая жизнь будет на высших планетах уже. Он испытывает счастье. А кто попадает в духовный мир, этот человек думает о Боге в момент смерти. Человек сосредотачивается на Боге, потому что не видит никакого смысла вообще кувыркаться в этом мире. То на высшей, то на низшей. Ему уже надоело порядка. Он кувыркался. И он думает, ну все, хватит с меня. И он начинает думать о Боге. Поэтому, когда человек в такое настроение входит, то тот, кто хочет его зарезать, он думает, а что толку его резать-то? Ему все равно. Он по меня даже внимания никакого не обращает. Он может и зарежет, потому что, в принципе, такое возможно, что этому человеку, в принципе, уже как бы суждено умереть. Пришло время ему умереть. Кто там его зарежет, он сам споткнется, или кто-то ему поможет. Это уже другой вопрос. Но, если еще не пришло время умереть, в этом случае, человека могут зарезать. Если он неправильно себя повел. И он остается в теле привидения до того момента, пока он не умрет. Пока не закончится время его пребывания здесь. Но, второй вариант, его не зарежут. Вот здесь вот уже, реально человек выбирает. Понимаете, выбор заключается в том, если человек не ведет себя смиренно в критический момент, то он теряет то, что он имел. Если он ведет себя смиренно, он ничего не теряет, потому что, если он этого не имел, то как это можно потерять? Если жизни у него уже нет, она кончилась, хоть так, хоть так, он не теряет ничего, потому что он уже все потеряно. А если что-то есть, ведя себя смиренно, он это не теряет. Понятно, да? Принцип какой? Если вы не испытываете ненависти, а в спокойном состоянии ума, из чувства долга защищаетесь, активно защищаетесь, можете даже ему нащелкать, но при этом у вас в глазах спокойствие, как бы сострадание. У него не будет силы на вас нападать, потому что мы не знаем такую вещь. Настоящая сила это духовная сила. Почему, допустим, человек, не всякий человек может, допустим, женщина идет, допустим, одна по темной улице. Женщина слабое живое существо. То есть так создано, что любой может заломать в принципе. Любой мужчина может заломать в принципе. Но почему не все заламывают? Почему один может заломать, другой нет? Почему? Потому что женщина обладает другой силой. Так? У женщины есть сила, которая отдает человеку... Эта сила называется целомудрие. Вот как называется эта сила. Целомудренная женщина, ее никто не заломает. Потому что она испытывает такое чувство, что она не поддается на чувства этого человека. Потому что целомудрие дает силу не поддаваться. Женщина, которая не обладает целомудрием, она будет испытывать какие-то чувства к этому человеку. Он это почувствует и воспользуется этим. И пытает, будет пытаться ее заломать. Не целомудренная женщина от контакта с мужчиной испытывает чувства к нему. Даже знает, что это преступник. Он сейчас будет ее насиловать. Но целомудренная женщина, она не испытывает никаких чувств. И когда она не испытывает никаких чувств, это такая сила, что у нее опускаются руки. Он не может ничего сделать с ней. Он ее отпускает. Понимаете? Поэтому смиренный человек точно так же. Это он обладает огромной силой. Его невозможно взять. Смиренный человек, он непобедимый. Понимаете? Его невозможно взять. Какие качества вытекают из смирения? Первое. Сострадание. Человек несмиренный не может быть сострадательным, потому что эгоистичность не дает возможность сострадать. Допустим, мать любит своего ребенка. Мать любит своего ребенка. Первый вариант. Она любит эгоистично, потому что он является ее частью. Частью ее тела. Считается, что тело ребенка принадлежит матери, потому что тонкое тело ума это другое. Он получает его сам. То есть это его тонкое тело, оно не является телом матери. Но тело, которое он получает в жизни, ему дается от матери и от отца. То есть это тело, оно является частью матери. Понимаете? Тело. Частью матери. Оно принадлежит от части матери, мое тело. Понятно, да? И мать это прекрасно чувствует. Любой человек, отец это чувствует, мать это чувствует. И она, считая, что это самое главное, то, что ты, дрянь такая, не понимаешь, что ты моя частичка. Вот и ведешь себя поэтому так. В этом случае она не может быть сострадательным к этому человеку. Хотя это ее сын. Почему? Потому что она не хочет уважать его истинную природу. Допустим, его истинная природа, это не заниматься математикой, а заниматься литературой. Он рожден для того, чтобы заниматься литературой. И поэтому он меньше времени уделяет математике, а больше литературе. Но мать, она считает, что он должен просто хорошо учиться, потому что мне от этого будет стыдно, если он будет получать двойки. То есть она отождествляет его со своей частью. Он говорит, как ты можешь мне делать больно? Ты должен учить математику столько же, сколько литературу. И он пытается это делать, но не может, потому что его цель жизни это литература, а не математика. У него такая природа. И она его изводит. Он просто потом становится неудачником, потому что он теряет свою природу. Он не чувствует уже такую любовь к литературе, потому что у него это надорвано все, постоянные скандалы. Поэтому такая мать не может быть сострадательной к своему ребенку. Она всегда пытается из него что-то сделать, слепить свое, по своему образу и подобию. Раз я инженер, ты тоже будешь инженером. Раз я физик, ты тоже будешь физиком. И так далее. Понимаете? Это ужасно. Это отсутствие сострадания вызывает ненависть у детей. Они потом вырастают, начинают ненавидеть своих родителей. И родители говорят, за что ты меня ненавидишь? Они не понимают за что. Потому что они относятся несмиренно к своим детям. И за это получают ненависть. То есть отсутствие сострадания. Другой стороны, человек, который смиренный человек, видит природу ребенка. Он смиренно относится, он знает, что я мать, потому что у меня такой долг перед этой личностью. В прошлой жизни он был, допустим, кем-то другим. Я, может, его дочерью была. И она видит, что вот смотри, у него к литературе появилась сильная склонность. И она думает, надо дать ему возможность развиваться. Жизнь коротка. В детском возрасте человек очень много поосознает. И она дает ему возможность, несмотря на плохие оценки по математике, развивать эти способности, становится гением в литературе, допустим. Понимаете? Или нет? Ну, значит, у него такая природа. Да? У вас неправильная концепция. Вы должны понять такую вещь, что у нас, и эта лекция будет по воспитанию детей, из-за отсутствия смирения мы не понимаем одну вещь, что мы в ребенке воспитываем ни математика, ни литературоведа, ни ботаника. Вы же знаете, что он не будет ни математиком, ни литературоведом, ни ботаником. Мы воспитываем в нем качество личности. Вот когда мы путаем, мы считаем, что самое главное воспитание – это сделать специалистом, но при этом готовы попустить его хорошее качество личности, то есть издеваясь над ним, совершаем насилие, то есть рушим в нем хорошее качество личности. Я не про вас. Не кивайте вот так. Я сейчас объясню и то, что вы спросили тоже. Правильно. То есть надо вырастить хорошего человека. Да, хорошего человека. Это не всегда означает, что он должен быть отличником. Поэтому, если он играет в футбол, надо поступать в соответствии с пониманием вещей. Надо оставить хорошее отношение с ребенком, чтобы дать возможность ему получать ваши советы. Если вы портите отношение с ребенком, он перестает слушаться. Раз он перестает слушаться, он никогда не вырастет хорошей личностью. Понимаете? Поэтому, если он не может слушаться совсем, то есть его нам столько увлекло в этот футбол, надо дать возможность ему поиграть, потом ему объяснить, что кроме футбола надо еще и это тоже обязательно делать, потому что иначе ты на одном футболе не проживешь. Или ему сказать, может тебе вообще все бросить и только футболом заниматься. Дать ему возможность наиграться в этот футбол. Он потом наиграется, он удастся. Он удастся. Это возможность ему что-то сказать. Поэтому мать должна проявлять смирение. Да, мой ребенок это не я. У него есть недостатки с самого рождения. Они будут проявляться. Каждый родитель должен знать это. Моего ребенка может проявиться любой недостаток. Может у него сильная склонность к выпивке появится. Что его убить за это? Или у него сильная склонность к компьютеру появилась. Что его убить? У него есть этот недостаток. Я просто не знала. Он не первую жизнь живет. У него уже миллиарды жизней за плечами. У него есть привычки, которые начинают проявляться. И мы это начинаем видеть. Сначала мы как считали их такие. Такой, пусенька моя святая. А потом, как чуть постарше, вся святость пропала. Потому что это личность. У него есть... Это не тело, как мы тело. Ты смотри, ты хорошее. Это не тело. Это личность. Которая потом из тела вылазит. И мы видим, что проявляются черты характера. Если не будет смиренности, он не вырастет хорошим человеком. Несмиренные родители не могут сделать хорошего ребенка вырастить себе. Теперь, реализованное знание. Помните, вот вопрос вы спросили. Реализованное знание. То есть, то, что мы слушаем, это еще не означает знание. Так вот, веды говорят, что когда человек поистину смиренно слушает, если у кого-то есть хоть капля реализованного знания, то эта капля капнет прямо в вас. Или в меня, если я буду. То есть, все зависит от силы смирения. Если человек очень смиренно слушает, он знает, что там есть знание. Он хочет его поймать. И как не может поймать? Думать, послушал и все равно живу, как жил. И не понимает, что тут в чем дело. Я все послушал, живу, как жил. Чтобы поймать знание, для этого надо настроиться очень смиренно. Когда слушаешь очень смиренно, эта капля капает и доходит до тонкого тела разума. Когда она доходит, касается разума, то в разуме происходит изменение, которое заставляет человека изменить свою жизнь. Это называется реализованное знание. Это возможно только при очень смиренном слушании. Понятно? Если человек очень смиренно слушает даже того, кто недостоин, чтобы его слушали, эта сила о том, что он недостоин, чтобы его слушали, она капает в разум. Человек думает, оп, наверное, я не буду этого человека слушать. То же самое. Понимаете? То есть смиренное слушание означает, всегда надо смиренно слушать, в любом случае. Надо смиренно слушать, чтобы понять, о чем идет речь, иначе ничего не поймешь. Поэтому смиренное слушание никогда не мешает. Итак, усвоение знания. Некоторые говорят, умный ребенок. Сейчас усвоение знания идет только с помощью смирения. Интеллект, интеллектуальная сила не помогает человеку усвоить знания. Допустим, я очень умный, очень интеллектуальный. Могу ли я усвоить знания? Ровно настолько могу, насколько я смиренно слушаю. Если я не смиренно слушаю, то знание мне мешает усвоить. Я, допустим, не смиренно слушаю. И педагог говорит одно. Я говорю, нет, это так. Нет, это вот так. И так далее. То есть я не усваиваю знания. Я все время спорю с ним. И его сила знания, этого педагога, она не передается мне. Так? Я сопротивляюсь этому знанию из-за того, что я считаю себя умным. Поэтому интеллектуальная сила не помогает усвоить знания. Усвоить знания помогает только смирение. Поэтому воистину умный тот, кто смиренный. Вот здесь надо различия понять, что некоторые люди кажутся очень умными. И мы за это их очень уважаем. Так? Но являются ли они умными? Надо посмотреть, как определить, умный человек или нет. Надо начать с ним разговаривать. Если во время разговора человек не может смиренно слушать, это означает, что он не умный. Понятно или нет? Вернее, неразумный. То есть он умный, я извиняюсь. Он умный, но неразумный. Умный означает много знает. А разумный означает, воплощает в жизнь. Истинное знание идет от разума. Если человек разумный, он способен слушать любого человека. Если мы разговариваем с человеком, он не способен меня слушать. Это значит, что он на умственной платформе, на платформе ума. Такой человек никому ничего не может дать. Он не способен дать никому ничего, потому что у него ничего нет. Не стоит слушать дальше все. Мы видим, он не хочет слушать сам. Значит, у него ничего нет. Так? Значит, умный, но неразумный. Поэтому истинная разумность означает смирение. Как? Итак, почтение возможно, если есть смирение. Как можно сделать так, чтобы тебя уважали? Если ты смиренно относишься, будут уважать. Например, мы требуем к себе уважения. Все требуют к себе уважения. Вы хотите, чтобы вас уважали или нет? Как можно жить в среде, где тебя не уважают? Так? Невозможно жить. Просто мы должны, чтобы нас уважали. Это называется чувство собственного достоинства. Оно нужно. Чувство собственного достоинства означает, нельзя жить в среде, где тебя не уважают. Невозможно жить. Как можно жить в этой среде, если тебя не уважают? Как ты будешь жить? Ничего нельзя поговорить не о чем. Ничего нельзя сделать, ничего сказать нельзя. Жить в среде в этой невозможно. Так? Поэтому человек, он ведет себя смиренно только потому, что если он не будет себя смиренно вести, то в этой среде жить невозможно. Если человек себя ведет смиренно, значит его начинают уважать. Таков принцип. Как только смиренно, если человек чувствует, меня не уважают совсем. Это означает, что я веду себя несмиренно. Если меня не уважают, кто-то не уважает вас, значит вы с ним себя ведете несмиренно. Недостаточно смиренно. Он требует большего смирения. Надо больше и более смиренно с ним себя вести. Но если вы смиренно себя ведете с каким-то человеком, а он продолжает постоянно вести себя несмиренно, значит у вас возникает неуважение к нему. Так? И в такой среде тоже невозможно жить. И вы тогда ему смиренно говорите, нам надо научиться сотрудничать. Да? Смиренно говорите. Иначе мы не сможем. Вот ты себя так ведешь, я так. Мы не сможем вместе быть, если мы будем, не будем. То есть он будет вас слушать, потому что вы смиренны. Он-то вас уважает. Так? Он-то вас уважает, он будет слушать. Это вы его не уважаете. Потому что он несмиренно себя ведет. Таким образом, смиренный человек может воспитывать другого человека. Если вы не можете кого-то воспитывать, своих детей. Если мы не можем, дети не слушаются, значит я несмиренно себя веду. Несмиренный человек не может воспитывать другого человека. Понятно, да? Следующий момент. По-настоящему смиренный человек не замечает в себе смиренности. Критерий, я смиренный или нет? Я такой смиренный вообще, просто обалдеть. По-настоящему смиренный человек. Как определить, я по-настоящему смиренный человек или нет? Надо подумать. Так, я смиренный или нет? Если вы скажете, абсолютно не смиренный, вы решите, я не смиренный человек. В этот момент вы проявили смиренность. По-настоящему смиренный человек, который никогда не замечает в себе смиренность. Когда он никогда не замечает в себе смиренность, он не видит повода, чтобы его почитали. Потому что, воистину, почтение достоин только смиренный человек. Нет смысла почитать кого-то другого. Поэтому, по-настоящему смиренный человек каждую секунду себя считает не смиренным. Он понимает, что он недостаточно смиренный. Надо более смиренно еще себя вести. Надо еще более смиренно себя вести. Так? Вот это критерий, как развивать в себе смиренность. Надо видеть, что я на самом деле продолжаю себя считать смиренным. Хотя веду себя не смиренным. Следующий критерий по-настоящему смиренного человека. По-настоящему смиренный человек, когда к нему предъявляет обвинение даже в гневе, чувствует, что в этом есть доля правды. По-настоящему смиренный. Если к нему проявляют обвинение, он внимательно слушает признак смирения. Он внимательно слушает. Раз он внимательно слушает, значит, кроме гнева, он способен своим разумом дифференцировать что? Еще и долю правды. Так? Отыскав эту долю правды, он не видит повода обвинять этого человека. Конфликта никогда не бывает, когда человек способен быть смиренным. Смиренный человек всегда, помимо гнева, улавливает долю истины. Если мы не улавливаем долю истины, человек гневается, мы думаем, фу, какая мразь, а вообще, с кем я общаюсь? Мы ничего не улавливаем, мы кроме гнева ничего не видим. Это значит, что мы себя ведем несмиренно. Это критерий, что мы ведем себя несмиренно. Я извиняюсь, что задерживаю лекцию. Просто тема такая очень сложная. Самая главная тема фактически в этом семинаре. Понятно или нет? Это понятно? Вот я, допустим, ругаюсь с кем-то. Мы каждый день ругаемся. Вот вам практическое задание надо. Вы когда ругаетесь, кто-то на вас начинает кричать, попробуйте различить долю правды в его словах. Вот он орет когда, да? У него глаза квадратные. Надо долю правды в его словах попробовать размечить. Это если эта способность у вас есть, то это остужает его, как будто холодный душ на него вылили. Хотя бы чуть-чуть долю правды. Если вы просто, то здесь не надо ничего говорить. Просто различить. Когда вы различаете, от вас идет сила, которую он добивался. Он добивался от вас смирения. Потому что все ругаются только из-за отсутствия смирения друг у друга. У нас нет никакого повода ругаться. И когда кто-то кричит, он просто ждет смирения. Так? А смирение возникает тогда, когда вы сможете различить долю правды. Потому что если вы долю правды не различите, то вы будете контактировать только с его эгоизмом, который идет от его гнева. И в это будет вспыхивать у вас тоже злость. И поэтому он никогда не успокоится. Он будет продолжать кричать. Если же вы пытаетесь различить долю правды в его словах, то есть входите в смиренное состояние смиренного слушания, в эту секунду он вдруг улавливает, что вы что-то поняли. И его гнев сразу начинает тухнуть. Он сразу охлаждается и думает, ага, ну вот. Слава Богу. Ему, конечно, покричать еще хочется, вы опять слушаете, пытаетесь долю правды найти. Только так надо укоротить гнев, укоротив гнев другого человека, только так можно. Больше никаких шансов нет. Пытаться понять, в чем его правда. Никогда не бывает худо без добра. То есть если человек кричит, в чем-то правда есть обязательно. Надо ее найти попытаться. В чем его правда? Понимаете? И с позиции этой правды надо с ним общаться. Признать и сказать «да». И выяснить, так сказать, нормально отношения. Смирение – это одно из главных достояний женщины в завивании сердца мужа. Мы об этом говорили. Мужская сила, мужская красота. Сразу, то есть как вот сейчас все девушки, которые сейчас здесь на лекции, они смогут выйти за хорошего человека замуж. Я вам объясняю секрет. Сразу все начали слышать. Даже тем, кому уже замуж не обязательно выходили. Уже давно вышли. Значит, секрет заключается в том, что мужская красота означает ответственность. Если мужчина – ответственный человек, то он становится красивым. Это мужская красота. Женская красота – это смирение. Если вы, чем вы смирение себя ведете, тем вы более ответственного человека найдете. Если человек, женщина себя очень смиренно ведет в жизни, она найдет самого ответственного, какого она может себе найти. Насколько сил хватает. Это значит, что она будет счастлива. Понятно, да? Понятно. Но что-то получается все наоборот. В этом заключается проблема. Как это я буду себя смиренно вести? Меня же никто не заметит. В этом заключается хитрость природы. Поэтому мы должны понять, природа не такая простая штука. Женщина, которая способна себя смиренно вести, она получает хорошего мужа. Но как добиться того, чтобы поверить в это? Это уже другой вопрос. Это знание. Поэтому здесь не сфальшивишь. Ведь хочется себе мужа, поэтому хочется показать себя. А когда себя показываешь, то видят в первую очередь те, кто не обладает достаточным разумом. Потому что те, кто обладает достаточным разумом, думают, нет, если бы мне такая жена не нужна, она очень сильно выражает, ходит. Нет, мне нужна хорошая. Это не очень хорошее. И он отвергает сразу, моментально. А он думает, а вон там скромная девушка. Вот ее незаметно, но мне такая жена нужна. Субтитры создавал DimaTorzok